ассаляму алейкум здравствуйте еще раз дорогие друзья сегодня у нас очередной урок по арабскому языку по учебнику мабда ул киро напоминаю что мы проходим третью часть данного учебника и сегодня мы с вами инша Аллах пройдем седьмой урок вот здесь написано ад-дар-сус-саби'у то есть седьмой урок как всегда к этому уроку есть подготовительные слова я их в ордовском документе приготовил чуть позже покажу пока прочитаю слова переведу а потом прочитаю текст и также его переведу иншаллах кстати название или тема нашего урока ал-асаду это лев и так первое слово у нас хаулюн это страх или ужас катифун плечо либдотун грива наимун мягкий или ровный и климун это регион или континент арену это логовище таляссусом прокрадываться хайматун это палатка сайхун турист замджаратун рёв и тизэзун трястись акаматун это холм нуфурун пугать тасавурун влезать на стену или забираться мулябатун играть уидадун это любовь дружба тоже может быть джамилун красивый дайкун ухудшение юаммару долго жить или долго живет за хаба кулла мадхабин ушел туда куда глядели глаза теперь это же слова в ордовском документе хаулюн страх ужас катифун плечо либдотун грива наимун мягкий или ровный и климун регион континент арену логовище таляссусом прокрадываться хайматун палатка сайхун турист замджаратун рёв тизэзун трястись акаматун холм нуфурун пугать тасавурун влезать на стену мулябатун играть уидадун любовь джамилун красивый дайкун ухудшение юаммару долго жить или долго живет и за хаба кулла мадхабин ушел туда куда глядели глаза теперь что касается текста лев является самым или мин можно перевести одним из то есть лев является одним из самых сильных зверей по силе по своей силе и самым ужасным или устрашающим по виду или можно перевести у льва самая большая сила у него и больше всего он наводит страх и он известен как царь зверей и что касается его силы то ею приводят притчу то есть обычно когда люди рассказывают про силу сравнивают силу со силой льва говорят он сильнее как лев грубо говоря и у него между двумя плечами или просто у него между плечами есть либдатун кафифатун то есть густая гриба а волосы остальной части его тела шерсть остальной части его тела она короткая мягкая как шерсть коровы длина льва приблизительно или примерно три локтя ну грубо говоря как почти три метра а его высота достигает метр и четверть ну одну четвертую час еще или же чуть больше ну грубо говоря полтора ну это не метр а зеро это как бы локоть получается что ну да почти полтора так можно сказать и он обитает в жарких континентах азии и африки жарких регионах тоже можно сказать или континентах азии и африки вал асаду африкию акбару جуфатан ва а азаму куватан минал асиоуи и африкинский льв большее по телосложению и а азаму куватан то есть сильнее чем азиатский льв прошу прощение и он может жить пока не достигнет 25 лет то есть он может жить 25 лет на свободе а иногда достигает в клетке 100 лет то есть в клетке он может жить и до 100 лет и и если льв Он будет находиться в своем логовище и будет спать целыми днями или целый день и не выйдет из своего логовища, кроме как в начале ночи. Или ля и ля уберем, получается, и он выйдет только в начале ночи, и тогда он начинает ходить, прокрадываясь вокруг стая животных и около палаток туристов. И он боится человека днем, но ночью, если привести, он становится храбрым, то есть ночью он уже не боится человека. И он обладает пугающим, очень сильно пугающим, устрашающим ревом. И когда он ревьет, так сказать, то есть леса и холмы, они трясутся. И очень часто он пытается на дереве. В Магребе, ну, дословно, если перевести, это как бы как чужие, здесь не имеется в виду, как Марокко. На деревне просто переведем. И он устрашает бахаим, то есть животных, которые там есть в этой деревне, и своим ревом. И тогда собаки начинают лаять, и убегают лошади, и верблюды. И тогда мужчины или люди, то есть они разделяются вокруг деревни и зажигают огонь, чтобы устрашать льва. Иногда лев залезает на стены и может украсть, грубо говоря, животных, как лошадь или верблюдо, или корову и так далее. И иногда он осмеливается украсть, так сказать, или забрать человека из среди его племени. И если лев сильно проголодался, он выходит из своего логовища днем и начинает ходить в пустыне, там, где собираются животные. Ваззабау – там, где стая бывает. Ну, хумруль-вахш – это зебра, то есть дикие ослы. То есть там, где бывают зебры или ваззабау или олень. И если зебра или олень, если они услышат его рев или почуют его запах, они убегают от ниво, ну, убегают в фалат, чтобы испастись туда, куда глаза глядят. А что же касается его льва. То он прячется обычно в Ахам. Вот здесь Ахам должно быть. То есть за холмами он прячется. Или же около воды. Там, где вода, река течет. И когда мимо него бежит или пробегает животное, лев нападает на него и съедает его. И одно из свойств, так сказать, льва заключается в том, что он не ест, он не ест свою добычу, пока не будет играть с ней. Подобно тому, как кошка играет с мышкой. Ну, лев тоже относится к кошачьей семье, как мы знаем. И льва обычно описывают как животного, или как зверя, который умеет хранить дружбу, любовь и верность. То есть джамиль красивая верность. То есть он может быть верным человеку. И самка льва называется львица. Лябуа по-арабски. Это другое слово. Асад – это лев, самец. А самка – это лябуа, львица. И она меньше, чем лев по телосложению, но быстрее по движению, и у нее сильнее гнев. То есть она более свирепая. И у нее, у львицы, нет гривы, как у льва. И она, у львица, за раз, за раз, за раз, за один раз, она рожает от двух, львица, до четырех. Фатахтаму биджироаиха, ихтимама, шадидан, وتуаллимуха, ифтираса, хайванаати, из таати илайха, бихайванаатин сагиратин, литафтарисаха, ватадийку, ахлаку львуати, муддата, ридааати, или радааати, واхтимамиха, биджироаиха. И Фатахтаму, она заботится о своих детенышах, ихтимаман шадидан, то есть очень сильно заботится. И она учит их нападать, охотиться на животных, принеся им животных, маленьких животных, или приводя им маленьких животных, чтобы они охотились на это животное. Ватадийку, ахлаку львуати. И нрав львицы ухудшается, когда она, или в период, точнее, кормления, то есть когда она кормит своих детенышей. واхтимамиха, биджироаиха, и когда она заботится о своих детенышах. واхья ла татруку джироаха, илля ба'да антасыра ашбалан. И она не оставляет своих детенышей, пока они не станут, ашбаль, уже шибль, это львенок, то есть когда, грубо говоря, они уже не станут самостоятельно охотиться на животных. Надеюсь, что здесь все было понятно. Если что-то было непонятно, или какие-то у вас вопросы будут, спрашивайте в комментариях, с удовольствием вам отвечу. Спасибо всем за внимание, доброго всем здоровья, подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал, ставьте лайки. Ас-саляму алейкум.